Ассаляму алейкум арахматуллах и варакатум. Алейкум ассаляму арахматуллах и варакатум. Хаджи, я как раз хотел спросить о том, что вы ранее говорили. Вы же говорили про поездку? Да. Вот из-за поездки я один день не постился. Я смогу потом восполнить этот день? Или как? Те дни поста, которые вы пропустили из-за поездки, вы потом должны будете восполнить ровно столько, сколько пропустили. Если у вас пропущен один день, тогда вы восполните только один день. Но он не должен выпадать на уроза байрам, курбан байрам и следующие три дня после курбан байрамы. Во все остальные дни вы можете восполнить один пропущенный день. Это будет вашей обязанностью. Если кто-то не в состоянии держать урозу по причине месячных, послеродового течения, беременности, кормления грудью, из-за болезни или пребывания в пути, это не значит, что они совсем освобождены от поста. Все эти люди должны восполнить пост столько дней, сколько пропустили. Такой пост считается для них ваджиб коза. Если они не восполнят его, тогда они ответят за это в судный день. Некоторые люди ошибочно полагают, что если они по какой-то причине могут не поститься, а потом раздать определенное количество денег в качестве милостыни, то с них снимается обязанность восполнять урозу. Однако это заблуждение, так делать нельзя. Исключение составляют только те, кто не способен держать пост из-за своего преклонного возраста. Такие люди за каждый день несоблюденного поста выплачивают фидью беднякам и тем самым искупают свою вину. Им дозволяется это делать, потому что у них осталось мало времени и нет вероятности того, что время повернется вспять и они помолодеют и станут способными держать пост. А у тех людей, кто еще молод, но болеет, есть вероятность выздороветь и восполнить пост. А касательно тех, кто не успел выздороветь и умер, мы должны понимать так, что Аллах не дал им возможность поститься. Таким образом, нам нужно стараться держать пост, насколько это возможно. Что вы скажете насчет соблюдения поста в пути? Если человеку, пребывающему в пути, соблюдение поста дается легко, тогда ему лучше продолжать пост. А если из-за поста человек чувствует себя бессильным или замученным, тогда ему разрешается прервать пост. А вообще, лучше всего, если человек отменит свой пост не будучи уже в пути, а будучи еще дома, когда он только собирается выехать. В этот день ему уже с утра разрешается сделать намерение не поститься. А если брать мнение большинства ученых ахлюль-хадис, то они считают, что во время пребывания в пути лучше прервать свой пост, опираясь на хадис пророка алейиссаляту ассалям о том, что Аллах любит, когда его рабы пользуются теми дозволениями и облегчениями, которые он им даровал. Если я нахожусь в пути 5-6 дней и у меня есть возможность держать у разу, мне можно поститься? Конечно, можно. Если вам позволяет здоровье и у вас есть возможность нормально принимать сухур и ифтар, тогда вам лучше поститься. А если вам тяжело и вы прервете пост, вам также это дозволяется. Я хотела спросить вас, я недавно летала в Европу на самолете и из-за этого прервала пост. Я правильно сделала или нет? Понятно. Наша уважаемая сестра спрашивает, если во время уразы она летит в Европу, как ей быть с соблюдением поста. Если вы заранее знаете, что у вас поездка и опасаетесь, что в этой поездке вам будет тяжело поститься, тогда в тот день, когда вы выходите в дорогу, вы уже с утра делаете намерение отменить пост. Самое неверное понятие – это когда люди, зная о своей поездке, утром начинают поститься, а потом уже будучи в пути прерывают пост. Но это не так. Если человек знает, что он в этот день выходит в путь, каждый ведь знает, когда он уезжает, он уже с утра не держит пост. А если поездка случилась неожиданно, тогда в первый день нужно завершить пост до конца, а на второй день уже сделать намерение не поститься. Вообще, что лучше – поститься в дороге или нет? Если человеку не тяжело в пути, тогда лучше не прерывать пост и продержать его до конца, а если он опасается, что ему станет тяжело в пути и он будет мучиться, тогда ему лучше не поститься. Прерывание поста в пути означает, что человек уже в день поездки прекращает пост. Однако это касается не тех случаев, когда вы ходите к соседям в гости, а когда вы езжаете дальше 90 км. Именно с такого расстояния будет читаться, что вы вышли в путь. Уважаемые мусульмане, у Уразы много адабов. Первый из них – проявление искренности перед Аллахом во время поста. Соблюдение поста должно быть искренним. Соблюдающий искренность по отношению к Аллаху во время поклонений. Это те, кто никогда не приобщает к Аллаху со товарищей. Это означает, что нам нужно соблюдать пост не для того, чтобы показаться праведными перед другими и не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы приблизиться к Аллаху и постичь его довольство. Употребление дозволенной пищи и разговение дозволенным – это второй адаб. Третье – удерживать себя от причинения вреда другим, не огорчать людей и не причинять им боль. Это означает, что во время всего месяца Рамадан нужно доносить до людей хорошие слова и благие новости. Следующее – отдаляться от ненужных и бесполезных разговоров. Иногда люди по радио или телевизору слушают всякое пустословие. Это и есть бесполезная информация. Кроме этого, нужно избегать слушать греховную музыку и песни. Не нужно слушать всякие сплетни и небылицы. Не нужно посещать злачные места. Другими словами, не нужно ходить в казино, игровые клубы и в места больших скоплений мужчин и женщин. Особенно не нужно делать этого в Рамадан. И оставление сплетен, лжи и клеветы. И оберегание глаз от запретных вещей. Тому, кто накормит вечером постящегося, простятся его грехи. И этому человеку выпадет счастье в виде избавления от адского огня. И этот человек получит ровно столько же наград, сколько получат те постящиеся, которых он накормит. Если ты в месяц Рамадан устроишь ифтар и накормишь постящегося человека, тебе даруется точно такая же награда, какую получит постящийся за свой пост. Аллах даст эту награду даже в том случае, если человек накормит постящегося одним фиником, или одним глотком воды, или одним глотком молока. Это месяц, начало которого является милостью. Это месяц, середина которого является прощением грехов. А его последние дни являются освобождением и избавлением от ада, уважаемые мусульмане. А те, кто дал облегчение своим рабам или слугам, и обходился с ними мягко, Аллах простит им их грехи и избавит их от ада.